Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда госпожа Сабиха слышит имя Эсра Елмас, она смущается и думает, что моя дочь тоже меня ищет. Знает ли она, что ее удочерили? Он спрашивает Дилана, почему ты ищешь эту женщину? Дилан ничего не говорит, Берон говорит, что это важно для нас. Когда Сабиха спрашивает госпожа Сабиха, я не помню, я не знаю, кто эта женщина, Дилан говорит, что подумай внимательно, а Баран говорит, как ты можешь не знать, твой муж дал ей работу. Госпожа Сабиха отвечает, моя покойная жена помогла многим людям, как я могу помнить о них всех. Хотя Дилан и Берон настаивают, Сабиха не говорит правду. Пока Ферат думал, что делать, крича на Гуля, он куда-то позвонил и сказал, что скоро будет там. Дилан и Баран покидают дом Сабихи, и Дилан обеспокоен тем, что он так надеялся, что узнает все от Сабихи. Я знаю, что Баран находится на расстоянии одного шаг, он обнимает ее и говорит, поверь мне, мы найдем твою мать, несмотря ни на что. Он купил подарок Ферат Гуль и пытается заставить ее простить его. Когда Роуз приходит к нему, он извиняется и дарит ей свой подарок. Когда Гуль открывает коробку, ей нравится ожерелье, которое купил Ферат, но она говорит, что не может его носить. Когда она говорит, я Гуль, дочь служанки, им это не нравится, где ты это нашла, Ферат заставляет ее замолчать, говоря, ты Гуль Карабей, невеста Карабеев, я никогда не услышу опять такая вещь. И он своими руками надевает ожерелье на шею Гюлю. Баран заподозрил поведение Сабихи и задался вопросом, не скрывает ли она что-то, гуляя по своей комнате влево и вправо. Между тем, когда Дилан приходит к нему и говорит, я не доверяю Сабихе, Дилан спрашивает, почему. Баран сказал, что он не знает Эсру Елмаза, но я думаю, что знает, у него есть цель скрыть факты, давайте немного подождем и посмотрим, что по его мнению, скоро выяснится. Сабиха очень удивляется, когда Дилан звонит ей и задается вопросом, знает ли он, что его усыновили. Он беспокоится о Хевине, спрашивая, что он будет делать. Дилан спрашивает себя в своей комнате, право ли баран. Может ли госпожа Сабиха что-то скрывать от нас? Разве он не сказал мне, потому что у него есть баран? Если бы я пошел один, он бы мне все рассказал. Может быть, я пойду и поговорю с ним. Он не такой уж бессовестный. Даже если он мне не скажет, я упаду у его ног. Джевдит расстраивается, когда не может сохранить найденный магазин, а Харун говорит, что придется своей долей малышей, не волнуйтесь, мы найдем лучший. Пока Дилан бежал к Сабихе Ханем, я задаюсь вопросом, стоило ли мне сказать барану. Он очень рассердится на меня, когда узнает. Надеюсь, оно того стоит. Сабиха Ханем расскажет мне все. В саду госпожа Сабиха рассказывает сама себе о том плохом, что она сделала с Диланом, плачет и рассказывает о том, как она может сказать, я твоя мать. В то время как госпожа Сабиха говорит, что самая большая услуга, которую я могу оказать Дилану, это тихо уйти из ее жизни и не причинить ей вреда, приходит Дилан. Мне есть о чем с тобой поговорить, это очень важно, но то, о чем мы здесь говорим, должно остаться между нами. Ты спросила, почему мы позвонили с Рейлмаз, ведь когда я сказал, что она моя мать, у Сабихи буквально болит сердце. Бэрон ищет Дилана, но не может его найти. Баран приходит на кухню и спрашивает Гэжу Кадер и Гуля, вы видели Дилана? Когда он узнал, что они об этом не знали, он подумал о том, чтобы поговорить с Диланом и сказал, пойдем и еще раз поговорим с Сабихой Ханем. Дилан, ты это знаешь, Эсра Елмаз, моя настоящая мать. То, что я думала о своей семье в течение многих лет, было ложью. Они держат друг друга за руки и плачут, умоляя их рассказать мне все, что вы знаете. Госпожа Сабиха бросается на землю со словами, я больше не могу этого терпеть, мне нужна моя мать. Госпожа Сабиха поднимает Дилана с пола и говорит, не плачь, моя дочь. Пока Севрия мечтает о магазине и рассказывает об этом Ханифе-Ханифе, приходит Джевдит и объясняет, что ему нечего делать в магазине. Услышав, что Джевдит попал в беду, Севрия снимает браслеты и отдает их ему. Пока Дилан держит Гэжу Сабиху за руки и плачет, госпожа Сабиха думает, как я могу сказать, что я пытала тебя, а я еще и твоя мать. Дилан умоляет, чтобы она узнала, что медальон от моей настоящей матери, я чувствую, что потеряла все, за что держусь в жизни, пустоту внутри меня невозможно заполнить, пожалуйста, помогите мне найти мою маму. Тем временем, когда Сабиха-Ханым собирается поговорить, приходит Баран, звонит Дилан и забирает ее от Сабихи-Ханым. Затем Баран, ты говоришь, что желал благополучия Дилану с того дня, как ты появился в нашей жизни, поэтому расскажи мне все, что знаешь об Исре-Елмузе, а Сабиха хранит молчание. Баран говорит, понятно, снова та же тишина и держит Дилана за руку, в то время как Сабиха-Ханым и Дилан смотрят друг на друга. Госпожа Азади вызывает к себе Ферата и спрашивает Ферата, с какой целью вы купили акции Дерии. Когда Ферат говорит, что я купил его ради нашей семьи, я говорю, что вам следовало поговорить с нами об этом, Ферат спрашивает, кого спрашивает Баран, когда покупает его. Конечно, госпожа Азади не спрашивает, она отвечает, что глава нашей семьи, вождь нашего племени. Ферат, я тоже Коробей, я посчитал это подходящим и купил. Было бы лучше, если бы это купил кто-нибудь другой. Вместо того, чтобы поблагодарить вас, он уходит, говоря, я подочетен всем вам, теперь у меня есть работа, над которой нужно работать. Дело из твоего разрешения. Когда он выходит, господин Кудрец звонит ему и предупреждает, почему ты это сделал? Разве ты не знаешь, что за человек Дерья? По крайней мере, с этого момента спроси меня, чтобы я мог знать. Когда Ферат говорит, ты прав, дядя, я допустил ошибку, с Геном Кудрецом все улаживается. Бэрон злится на Делана и ругает Делана. Баран не может себя контролировать и нужно набраться терпения, я все еще ищу своего врага, ищу тех, кто сканировал нашу свадьбу. Он говорит, что я боюсь, что тебе причинят вред, и когда ты так себя ведешь, я боюсь, что схожу с ума. И когда я говорю Делану, что с этого момента я не хочу, чтобы ты куда-то ходил один без моего ведома, Делан обнимает его, говоря, что он прав. Но когда она говорит, я найду свою маму, потому что ты со мной, Баран говорит, я всегда буду таким, и они обнимаются. Госпожа Сабиха, я скажу Делан, что я ее мать, она имеет право знать это. Но он говорит, я готов к тому, что он мне скажет, потому что я его много мучил. Джевдит проснулся рано утром и не мог заснуть, а рано утром ему звонит Харун и сообщает, что человек, оставивший залог в магазине, сдался. Когда Хевен спрашивает Гэжу Сабиху, вы уверены, госпожа Сабиха отвечает, я уверена, что Делану пора узнать правду. Я позвоню Делану и расскажу ему, что знаю о твоей матери. Могу ли я, ты придешь прямо сейчас? Делан радуется и немедленно звонит Барану, говоря, что он должен сообщить Барану, но Баран оставил телефон в комнате. Делан говорит, госпожа Сабиха, мне нужно пойти и поговорить, прежде чем я сдамся. Пока госпожа Сабиха репетирует, как разговаривать с Деланом, звонит в дверь. Когда госпожа Сабиха открывает дверь, она удивляется, увидев Джевахира, потому что думает, что это Делан. Заходит Джевахир и спрашивает, вы купили акции Феррата Карабея. Когда Сабиха Ханым сказала, нет, я не занимаюсь этим бизнесом, Джевахир спросил, что ты говоришь, ты играешь со мной в игры, и мужчины показали свое оружие. Когда госпожа Сабиха говорит, что для меня все кончено, Джевахир пытает Хавина. Когда госпожа Сабиха говорит, что ты делаешь, оставь девушку, Джевахир говорит, что все не закончится, пока я не скажу, что все кончено. Джевахир так сильно сжимает горло Хавина, что тот игнорирует мольбы Сабихи Ханым и выбрасывает Хавина, говоря, что убьет ее в следующий раз. Уходя, он угрожает, что с этого момента будет делать все, что я захочу. Хасан продолжает преследовать Феррата, и когда он говорит, ты поступил правильно, иди своим путем, никого не слушай, Феррат говорит, я никого не слушаю. Я видел Хасана, твой дядя снова с тобой разговаривал, иди своей дорогой, цель твоего дяди – взять тебя под свой контроль и управлять тобой. Не уходи от деревья, она будет для тебя полезнее. Дилан повсюду искал барана, но не смог его найти и ушел, не теряя времени. Пока баран говорил о деловых вопросах со своим отцом, Дилан проснулся и сказал, позвольте мне проверить комнату. Пока он объяснял, что его мать работала в больнице Сабихиханэм, мужчина барана звонит ему и сообщает, что Дилан пошел в дом Сабихиханэм. Баран сердито спрашивает господина Кудрета, что случилось, говорит, что все в порядке и быстро уходит. В то время как Цеврия объясняет, что она расстроена рабочими событиями Джевдета, Джевдет приходит и сообщает хорошие новости о том, что у него есть работа в магазине. Дилан стучит в дверь, но они так и не открывают ее. Госпожа Сабиха кричит, откройте дверь, пожалуйста. Госпожа Сабиха открывает дверь и говорит, Дилан, ты расскажешь мне все, что знаешь о моей матери, ты не скажешь мне, где моя мать. Госпожа Сабиха говорит, что она твоя мать и остается. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.